Сначала надо сделать, казалось бы, странный шаг. Data-weight-cases извесить надо, но не по переменной, которую мы определили как весовую, а по зависимой переменной, которая у нас экспонентом выражается. Почему? Потому что логолинейный анализ моделирует частоты. Мы подменяем вместо частот зависимую переменную, чтобы логолинейный анализ именно ее моделировал. Окей, а где же будут частоты? А частоты будут в самом логолинейном анализе. В каком виде? Идем в Model Selection. Частоты будут в виде Cell-Weights. Помещаем все предикторы в качестве факторных переменных. Задаем нужные категории. 1, 3 и так далее. Все их задаем. Машина показывает, что у нас 1552 сочетания. 1552 ячейки, по которым и будет проводиться анализ. Анализ по этим ячейкам будет длиться примерно 24-36 часов. Кроме того, запускаем только через Paste, чтобы настроить число шагов. Делаем 1000. Число итераций. Делаем 1000. P-Value ставим 1 сотую, чтобы ужесточить условия. Чтобы были отобраны только модели, где действительно есть связь. Сильная, выраженная точнее, связь. Запускаем этот синтекс. Ждем 24-36 часов, в зависимости от скорости процессора компьютера. В итоге получили 277 шагов. На последнем шаге отобраны следующие модели. Как видим, среди частных эффектов, задающих эти частные модели, у нас 4-х и 5-мерные эффекты. Модели, сформированные 4-мя и 5-мерными эффектами, могут быть обработаны при помощи диспрессионного анализа и затем регрессионного анализа. Глуглинейный анализ гарантирует, что между этими моделями эффектов взаимодействия нет. Эффектов взаимодействия только внутри этих моделей. Глуглинейный анализ гарантирует, что...